У нас есть псевдодемократия Северная Америка, Соединенные Штаты, в которой есть две партии. Эти две партии чему-то подконтрольны, но не подконтрольны американскому народу. Американцы говорят, а хрен его знает, как это происходит. У нас есть четкое такое чувство, что мы не управляем нашей страной. Вся Америка перекрыта системой клубов. Система, клубная система идет из Британии. На местах, это вот еще, ну старая информация, она проходит везде, в фильмах и так далее. На местах имеют влияние на администрацию и входят в эту администрацию, на полицию и так далее. Вот эти вот группы, которые объединены клубной масонской, не масонской, всеми вот этими системами. Они прям доминируют, презирают эти. Коп знает, что вот эту вот машину ему нельзя там трогать, там такой вот местный барин в кавышках путешествует на этой машине. Вот такая вот ситуация в миссисковой Америке. Есть вот эти две партии. Есть степень влияния на партию, на Америку, на общественное мнение. Грубо говоря, каким бы ты ни был честным политиком с точки зрения американца, когда ты заходишь в эту политику, тобой начинают управлять. Тебе начинают предъявлять определенные требования, трясти тебя через СМИ. Обкладывать через СМИ, ну это, вот если на тебя через СМИ три ведра помоев вылили, ты уже, ну, избирательный потенциал свой потерял, потому что доверчивая часть избирателей, она уже от тебя как бы так отстранилась или начала там смотреть с таким недоверием, с презрительностью, с определенной. Поэтому как бы люди постраиваются. Теперь кто держит СМИ? СМИ у нас держат определенные группы. Как правило, они атлантически интегрированы. И общий вектор управления присутствует. В этот вектор управления входят Британия и Штаты. Они доминируют вот этой информационной политикой по Европе, по Америке и так далее. Причем британский вектор начинается раньше. Вот влияние на американскую повестку жестко идет из Канады, когда Канада форматируется в своем мнении англоязычное сообщество, вот это вот все подкоронное сообщество форматируется в информационном. Вот когда началось давление Канады противороссийское в информационном пространстве, оно началось гораздо раньше, чем начали на это реагировать американцы. То есть Британия форматирует все подвластные ей напрямую СМИ, стран-колоника Канада, Австралия, Новая Зеландия и вот этот вот дальше список. Она форматирует эту информационную повестку, дальше в этом потоке какой-то процент американцев начинает намагничиваться, присоединяться к общему мнению, потому что это стадный инстинкт. И получается вот эта ситуация. Имея такие инструменты, Британия влияет полностью на всю повестку. И сейчас у них есть вот это вот чучело, не чучело, как это слово-то удачно подобрать, такой манекен этого президента Америки, который на рефлексах, который элементарно управляет окружением. Вот как управлять окружением, вот информационная повестка и мыслями. Вот если поросенок вырос в стойке, да, и видел вот такое маленькое окошко, где там полдерева видно, да, и вот здесь кормушка, да, то у него мир из этого состоит. Точно так же мир президента можно создать окружением. Вот пришел один помощник, принес, такая-то проблема там в Карибском бассейне, да, такая-то проблема где-то еще там в Китае, в Тайване, он ему приносит повестку, президент должен ее решать, он ничего другого не видит, кроме вот этого окошечка. Так они вот управляют этим Байденом несчастным. Вот. А Трамп это другая история, Трамп это представитель Америки, это независимый кандидат, которому еще не вживили в мозг никакие электродики, образно говоря, через СМИ и так далее. Он на это относится, но противостоит этому активно. Конечно, если, когда Трамп заходит уже в кабинет, как это было, то все равно элемент влияния внешнего присутствует, потому что пришел Трамп в прошлый раз, его сразу же в первые месяцы начали долбить информационно, и Трамп повелся, поддался, он начал оправдываться там, как-то реагировать на это. То есть они даже на Трампа могли влиять вот через эти инструменты, но это влияние было неполным и недостаточно, а в конечном итоге на ответственных местах Трамп самостоятельно принимал решение. Им этого допускать не надо. Они сейчас ведут наш земной шар на Третью мировую войну. Прям вот ведут. Они подводят, подводят. С Трампом они этого могут не сделать. Всего их ресурса может не хватить. Из-за одного решающего человека. Вот вы подготовили мировую войну, все сделали, а тут Трамп начал эту войну прекращать, и он ее может прекратить. У вас остается либо повторять Кеннеди убийство, то есть Трампа повторять, либо войны не будет, а это не будет войны, это все. Это вы пропускаете погонки вперед Китай и Россию, они вас маленько обойдут, все, ваша жизнь перестала, вы перестали быть Британской империей, это в том уже статусе, у вас этот проект глобализма проседает, проседает, лет на 30 минимум вам что-то надо делать, поэтому они сейчас бодают Трампа. Вот это вот лютая история, и лютая история в том, что они заразу умеют бодать, они владеют всеми СМИ, владеют всей Европой, как они организовали перекрытие неба, это в несколько дней, буквально в несколько дней, все ключевые государства Европы перекрыли небо для России. Все, это полностью доказанный факт, того, что это страны-холопы Британия. Решение принимала Британия, изначально, если вы хронологию посмотрите, все решения принимала Британия по противодействию России, они начинали там с химического этого вектора, с олимпиады начинали, везде, все это делали британцы, британцы планомерно-планомерно формировали общественное мнение, и эти военные действия, они подготавливали информационно, то есть создавали изгоя такого образа, против которого будет легче двигать Европу. А дальше, когда они перешли к практическим действиям, то все, ну как так? Вот представьте, вы всю Европу, как сада, одним ударом хлыста заставили закрыть небо. У вас не ушло на это месяц, и вам прям вот тут короткий срок. Это что? Это значит, каждое государство, там премьер-министр, там кто, да должностные лица, были готовы, никто не брыкнул, это вот просто, они уже в лузе, они уже отработаны по всем параметрам. То есть британцы, плюс американцы, колопы британские, их уже держали в обойме, они ими управляли. И это отслеживалось, вообще, как эта схема работает, как лихо выключали, вообще чиновников выключают. Кандидата в президенты во Франции раз отфутболили, дальше австрийских политиков, через СМИ прокатали, беседа, политика с русской, там девушкой не с русской. Все, австрийский политик, лидирующий, адекватный человек выпал. В Германии все это делается, на уровне кадровой борьбы, это селекция, выбор, выбор кадров. Это делается, и это проделанная работа, и британцы ее проделали. Плюс штаты, со штатами вместе. Вероятность того, что штаты самостоятельная демократия, она, ну, меньше 5%, то есть никакая это вероятность. Все, ну, если ее масоны организовали, все отцы-основатели были масоны, масоны это британская структура. Ну, как? Она не может быть. Это вот в Британии есть вот этот сити финансовая группа, да, и есть официальное управление, как вот это вот ширма, монархия управляет. Все это в комплексе работает, как гельминт сидит на черепе, там у кого-то, да, и управляет. Вот это вот такая вот штука. И эта тайная финансовая империя, скрытая финансовая империя, она управляет, в том числе Америкой, и большей частью мира, в том числе Европы. Она определяет. Сейчас они свои капиталы маленько из Европы перебазируют, да, в те районы, как они считают, где не будет боевых действий. Поэтому противостоять, чтобы этому всему, надо четко иметь представление. Во-первых, кто из данных групп лиц оказывает, конечно, влияние на СМИ, на формирование вот этой всей политики, кто эту схему развивает. И непосредственно быть готовым к противодействию с ними, к боевому противодействию с ними. Потому что если вы, ну как, вы деретесь с Петькой, а натравил Петьку на вас, вот тут Васька, еще сейчас собаку натравят, да, вторую собаку, третьего Степана, вы не бьетесь с источником. Тот, кто на вас направляет силы, с кем надо бороться, а не с первым попавшимся балбесом на вас кидающимся. Такая ситуация. Тот, кто на вас направляет силы, поездка. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова